Ушел из жизни Владимир Зельдин, человек-легенда, единственный в мире актер, который выходил на театральную сцену, перешагнув вековой рубеж. Он родился в Российской империи и прожил очень красивую, яркую и долгую жизнь. До последних недель поражался их оптимизмом, талантом, любовью к зрителям. Владимир Путин выразил соболезнования семье, а также коллективу Театра Российской Армии, в котором Зельдин прослужил более 70 лет. Вы думали встретить старого человека, старикашку, да? Вот вам! Запомните его таким, бесконечно энергичным, обаятельным и открытым. Владимир Зельдин не шел по жизни, танцевал и с годами ничего не менялось. Вот он на сцене в свой вековой юбилей. Зрительный зал жадно ловит каждую фразу. И как же нужно любить профессию, чтобы даже в сто лет завораживать своей игрой? Публика истосковалась о красоте, о музыке, о любви. И вдруг она приходит в театр. А если существует в мире волшебство, то оно существует в театре. Он верил в это волшебство и держался за него, когда было сложно. Съемки фильма «Свинарка и постов» заканчивали в осажденной Москве. По ночам дежурство на крышах, гасил фугасы, а уже утром репетиции. Так появился невероятно обаятельный пастух Мусаиб. И простая песня о Москве, с которой бойцы уходили на передовую. Мы друг друга нигде не забудем, мы с тобой подружились в Москве. Его имя в книге рекордов. Владимир Михайлович был старейшим действующим актером на планете. 88 лет. Играет Дон Кихота. Позже признается. Любимая роль. Каждый раз долгие овации. 150 аншлагов. Но для Зельдина рекорды это о другом. А если ты хочешь, чтобы тысячи зрителей заплакали, ты сам в себе должен накопить тысячи слез. А если ты хочешь, чтобы они засмеялись, ты должен в себе накопить тысячи улыбок. Эта арифметика души волновала актера всю жизнь. Именно поэтому спектакль, учитель танцев, любил в себя не только зрителей, но и режиссеров. Потому что играл так, что пьесу начинали ставить и другие театры. Больше полувека он работал здесь, в театре российской армии. Коллеги сегодня впервые без стука входят в гримерку Владимира Михайловича. Еще раз заглянуть в эти глаза. На фотографиях. Их тут много. А теперь есть еще одна прощальная. У входа в театр. Сюда мы все заходили узнать, какое у него сегодня настроение, как пройдет спектакль. И немножко с ним поговоришь, буквально две фразы. И понимаешь, все хорошо. И все всегда хорошо. Все будет хорошо. Главное не уставать. Обязательно бы добавил Владимир Михайлович. У него получалось. Играл по 10 спектаклей в месяц. Мог часами стоять на сцене, ни разу не присев на стул. И очень был требователен на сцене. Если он сам все, так сказать, играл, проигрывал, то он требовал, чтобы партнер тоже был в форме. Чтобы партнер не разваливался на сцене. В любви не то, что ты есть, а то, каким хочешь и можешь стать, станет все то, что жалко отдать, обузою на пути. Не жалко отдавать, делиться секретами профессии, поддерживать тех, кто делает в ней первые шаги. Это про Зельдина. Я буду с вами репетировать столько, сколько нужно, сказал он однажды Тамаре Гварцителле. Спектакль «Человек из Ла-Манчи». Театральный дебют певицы. Вспоминает голос, дрожал, волновалась, путала слова, пока на репетиции не появился он. Тяжело о нем говорить. В прошедшем времени я, конечно, старалась, когда я не понимала на этом языке, актерском, он мне начинал говорить на музыкальном. Вот вы здесь немножко тихо, пьяно произнесете, а здесь немножко усиливаете. Жил при царе, помнит великую отечественную НЭП. Расхожая фраза «ушла эпоха» скажет все и одновременно не скажет ничего о Владимире Зельдине. Лучше взглянуть на эти кадры. Парад Победы на Красной площади. Он был там, шел в рядах тех, кто песни поддерживал солдат на фронте. А вот свежий Владимир Михайлович несет факел перед Олимпиадой в Сочи. Главная награда в 100 лет – это жизнь. Вот так просто и сложно, сказал о самом важном. Чуть больше, чем за год до своей смерти. Мечтать, пусть обманет мечта, бороться, когда побежден, искать непосильные задачи, жить до скончания времен. Живите долго и будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова